Любовная Церковь Божия Любовная Церковь Божия Любовная Церковь Божия И оно нас назидая, и оно нас звучит, и оно нас подмацовывая, и даёт силы рухаться наперед. Я, вы видите, хотел бы на початку своего таксама свечения. Я вот был в одной церкви, почал говорить по-белорусскому, и так бачу, некая помеж нами троха возникает стена. А у вас, как вы глядите на меня, и нормальный я у вас человек. Слава Господу! Может, я буду протягать, может, я перейду на русский, но не так. Мне хочется просто донести там головное, что я хочу донести. Я, на первых, хотел бы вернуться до вельми ведомого нам слова, может, я это по памяти скажу, что вы будете мне свидетелями от Иерусалима, Самарии и до самого края земли. Ведать я неколи вельми любил ездить на полдень. Ну, в первую очередь, на море. И сегодня я подумал, еду на полдень в Белоруссию, еду в Пинск, и обовязково, думаю, возьму с собой светлый пиджак, бо повинно быть доброе надворье. Так оно и есть. Возьмите, я, может, про это трошку, как дозволить, сейчас скажу, какие у меня цикавые взаимоотносины с надворьем, с дождем, солнцем и так далее. А первое, что я хотел бы сказать, что вельми приемно быть светкою Господним. Добро быть богословом, добро глыбоко тлумачить, это корыстно, это вельми нам потребно. Но я за счет и завожу, зал трошку живая, как человек начинает говорить про живого Бога, про Его справы. И, может, это сегодня такие особливые некий день выпало вам. Я вам скажу, когда я слуху одной честь вечера такого вашего брестского брата Петр Ивановича, гайдич есть такие. И он рассказывал, как попал до некой, эмоционно захворел, вы можете запомнить это. И захворел, потрапив до некой, как это, ворошки, колдуньи. И она ему сказала, там некий мех глины съесть и выпить там кольки-то воды, поехать там в Могилевшину, а саблю, там, колодежа. И что вы думаете, может, вы помните, она сказала, и он это съел. Я разу 4-5 слухов это, и у меня такая усмешка, и зал усмехается. Ну, как это так вот, сядь, съесть? А я клин рассказывал, мне уже наступный раз, так и жах меня у всех взял. Думаю, господи, як може здекваться сатана над человеком? Сядь, ты возьми лыжку эту съешь, и запитом этой водою. Бачите? Думаю, наконец до меня дошло, что хотел сказать Бог. А так посмеяться легко можно, конечно. И слава Богу, что мы такие нормы маем, что не только уже мы такие, нехто думает, у свете затюканы, только молятся, головой там под логу бьются, и ничего там светлого и наушицы не бачат. Я бы хотел бы после этих слов еще напомнить тое, что Петр там же у той же, в другом разделе Дея Апостола, говорит, что Иисус засвидетельствовал чудесами и знамениями. Вот такое место. И вот я в одной церкви свечу, подходит, ну что ты расхвалился? Ты уже там таки тое-тое-тое. Я так мощно зевелся, хибаш я говорил про себе. Я говорю про справы Божие. Вот як сегодня брат говорю. Ну які тут у нас герои? Ну человек як человек. Ну які невероходные справы може творить Господь проскожнага. И коль ешмат часу потребуется десяти годик, как все-таки взломать это человече, як тое робится глиняный збанок. Як он робится? Глина перетирается, это каменчики выкидаются, размочиваются, вода добавляется, потом уже лепится, а потом у огонь. И вот там уже альбо тресня, альбо будет вельми потребна для любого игнорога, там я бы якого служения. И я еще хотел бы взвернуться до слова Исаия, 56-й раздел, Семы, Вершик. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвенике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Я бы три слова хотел бы тут только зауважить, что это гора, что не просто там раз-два, и ты тут. На гору подняться треба намагания, правда? Что узрадую вас, я не памятую место тебе, так радую всех в доме молитвы. Я еще про это буду говорить. И вот, как начать с этой горы, наш не свеж, где я, ну, там поблизу, я живу там практически в городе, и он такой цикавый, знаете, в образы возникает. Есть город, и есть то, что называют новое место. У многих городах при Польше такое было новое место, там и так далее. И видите, там озера такие, пригожие ради виллы, меньше выкопанные. И вот переходишь из этого старого города в Новый, и когда я уже начал наведывать царку, отбылась такая цикавая речь, при котором повторилось и несколько разов. Я подхожу под это озеро, переходим в мост, и начинаю отчувать, что просто как некий ланцук сзади на меня начебленный, и меня начинает нечто оттянуть назад. Я раблю всякое намагание, перехожу, передо мной возникают твары людей, знаемых таких моих, сябров там, приятелев, и смеются, куда ты идешь до этих баптыстов, до этой бабульки, там неграмотные, ты такие уже там, ну, я расскажу, кто я там такие позднее трошку. И я уже раблю, неведомо какое намагание, и нечто разрывается, я пошел. И долей, что текаво, иди, ну, после любой речки, в озеро, иди, что? Вверх, подъем. Не великая там гора, а ли подъем. Что долей отбывается? Доходжу я, тут поворот до православной церкви. Поворот налево. Я ничего не скажу сказать, особливо такого, ну, вот так оно там есть. Налево. Ещё крышечку поднимаешься, родильный дом. Ещё чуть выше школа. Вот, ему же там выравнивается эта горка, хлебозавод. Ведайте, кидёшь, ну, случайно, с арку частякового пастей идёшь, и як это приемно пахнет. Вельми так, знаете. И потом уже и снова спускаешься, уже поворот шешно право, зауважьте, не налево, а направо. И уже легше исти, и там, напереди, справа больница, слева, молитовный дом. А прямо за его плотом молитового дома, могилки городские, слухи, люди такие в образе, головой, что у ты, в молитовном доме, там абсолютно всё. Там я народился, расскажу я. Там моя школа, и ваша, я споделюсь, так? Там хлеб, самый смачный в свете, хлеб и дайки, это слово Божие, там больница, тоже про это, сейчас дозволить, расскажу. Ну, и там глянешь, про этот плод, там где-то крыжи, там помники, неяк абсолютно страху, и оно уже не присутниче в моем житти. Я неколик был маленьким, убачил птушечку, и мы с сябром, ну, такие сусим были, годов там нам, пасем, расшили я закопать, а потом еще на речке купаться, и проверили, як там мы справу эту зробили. Так, таки страх нас обуял, увидите, там уже эта птушечка была проетая червяками насквозь, и так это засталось в Мазах, что гэта можа, и мусичта будя и со мною, и гэта, видите, супроводжала у все житё, это страх, абсолютно непотребный. И я вам скажу, что привело меня в Малитонный дом, на эту гору святую. Я сам закончил первокладческий факультет, английская, французская мова, минский, я 71-й год, это, бачите, было вельми давно, и о маль 25 годов, меня не выпускали никакую такую серьезную работу, замяжу, ну, были такие аппаратки, старейшее помнить, некого там не можно было парты убрать, замяжу выпускать, и так далее. И так я уже марый, кстати, я бачу, сегодня про деток, не одно еще вспоминалось, с початком нашего служения, про 30-е годы в школе, и вот, например, я там рассказываю про Лондон, какие там мястины, какие там славутости, там то и сё, одна девчонка, пытаются, а вы там были? Больше ножа я не могла мне в сердце усадить, я вам скажу, хоть это никому не рассматриваю, ну, як я бы, як только марый там быть, там так хотелось мне быть, я уже, як бы, это уже бачу, и нелега было быть. И вы разумеете, што, як я уже уверывал, так это литерально пройшло три месяцы, литерально три месяцы, пасля моего пакаяния, это было у красавяку, як раз на Великдзень, у тым годзе было 25 гадов, уже юбилей, гэтым 26, вот як раз в гэтые дни, и отбылось, вы разумеете, такое, ну, просто неверогодно, як Сергей рассказывал про ту паперку, што не могла 50 км пройти за 20 км, так, и это все мое развалилося, литерально просто три месяца, мне золи, слухай, так ты ж там мог бы там поехать, там побыть на неким симпозиуме, заодно покупаешься у адриатичных морей, там на Италию полежишь, далее, я некое, вы видите, што, чему-то уже внутренне чекал, што, вот у меня, як Сергей казал сегодня, батька з'явился, и он клопотится, и он могутный, и он может все устроить, я побыл, просто три месяца мне позволят, слухай, там вот треба ехать в Японию, это ко мне неверогнику сказали, я просто, я бы, может, упал бы там от нешиканности, это там было треба, там французская, английская мова, там надеянно, ну, что там робитых спортсменов, развести по тих отелях, там нас побориться, так далее, там пару паперок написать, я просто был у приемнейшим шоков, разумеете, ось, як резко меняется лёс человека, який милостивый Бог, я на эту тему чуу такое, видите, трошку інше, это, як бы такая, пробачьте, некая байка, папа, купи мороженого, нет, сынок, нельзя, горло будет болеть, папа, спасибо тебе, что ты так обо мне заботишься, мы ж мат бачили в своем жизни, дятей, який вот так ставится, до своего папы, який у них клопотится, да, ну, ты ж зарабляешь, у тебя жжёшь, что ты уже мороженого купить не можешь, ну, такая нормальная реакция, а у нас за вами, браты и сёстры, реакция повинна быть однозначна, что Бог, Батька наш, ён завсёдым мая рацию, ён ведая, что нам на добро, что нам на зло, и так далее, так вот, а что я ещё, трошки вернусь назад, привело меня до дома молитвы, моя дочка, значит, меньшая, закончила школу, я уже займался, так уже, как сказать, напруженно, вельми хотелось уже нечего добиться, и она выиграла там олимпиады, там розные русские, французские, и была принята у этой ИНИАСу Минске, без экзаменов первой у истории девчынкой, якая поступила на перокладческий факультет, разумеется, всё-таки, это уже была падея, я уже так, уже плечи распраю, уже там голову поднял, я уже нечего домохся, я нечто некому доказал, и потэн проходят три курсы, и мы зё едзём в Москву, я накеровываюсь в Бельгию, в европейский суд перокладчиков, я говорю, ну тут же всё, все мары моего життя сбылится, и она уже так будет таким узроганим, и к моей сябры там уже были с тыми, с кем я разом учился, и посол у Англии, и советник у Вашингтона, и так далее, и там, перед одной из ног, возникла та же самая страшенная такая стена шерая, я не ведал, что робить, и я думаю, ну что, я ж был уже в этом православии, як я там был, ну ва, локализодишь, вот постоишь, и починает болеть спина, ну чём это у меня именно так, у костёл у нас не свисткий, ну при горжейшем свете, просто такое, знаете, хороство, там вылеплено, неожнано, малявана, зайдёшь, поглядёшь, постоишь, выйдёшь, с чым зайшёл, с тым и вышел, и думаю, там же некие есть, баптысты у нас ещё, ну, ну и как я зайшёл в первый раз, что-то подобное Сергей рассказывал, что ничёга не чу, от того служения, ничёга как бы не соображал, и я сел тут, а кроме ссорома, я ничёга не отчувал, мне они тоже те же самые голосы были, что ты тут забылся, тут бабульки без грамма, это тут, али так, ну всё нормально, так пристойно, люди нормальные, спокойные, так приязно на тебе поглядывать, так, ты таки приемный, раптом чемуся, таки потребный, может, ну, уже само это приемно, як мы сустракаем человека, и духом, так, и поздерком своим, и вышел я, уже, это всё отбылося, я вам скажу однозначно, не усвядомивший, не уразумевший, ни в одного слова, выхожу на ганок, таки высокий, и стал, и так мне именно стало лёгко, так мне стало приемно, я просто, и раптом обучать слово, на русской мове, всё будет хорошо, и литерально там всё это, просто часу, я уверен, не хапая, литерально всё так, отбылося, там, и удачки, и в моем житии такие пошли цикавые пирамены, я думаю, господи, який ты бесконценно таки могутный, насколько ты любишь человека, як добро быть в этом, в новом стане, в этом новом житии, что я хотел сказать далее, а, ну, может, ещё такое цикавое, вспомин, уёсы у моё, я, знаете, працавал наставником этой замерзной мовы, почули, что я пошёл ходить в молитовный дом, всё такое, вынесли однозначный присуд, бруи, бруи – это моё прозвище, бруи – это значит вир, вода, что брулить, бруить, сышоу с ума, пашоу баптисты, я так рады, что вот праучали такие слова, и они так мне приемно вспоминают, кто покрыл её, правда, а я думаю, як я сышоу с ума, я уже на гэтый час надруковал 5, 5 книг, я перекладал министрам, нашему президенту одной, ну, так само, не к рукам Божия, мучить, не что там треба было, так, не чеканно з усим, ну, шма таким ведомым людям, наведав я Японию, и ту жанглю, там, побыл, Франции, 10 разов наличил, перестал далей лечить, и так далей, и в Африце там попрацавал, и в Сирии, аж 4 года, я думаю, чудовно это всё, разумеете, и вот, людям этим говоришь, бывая, а они стоят, и вы знаете, какое подозрение, что гэтые баптисты, и они своих, аж в Америку могут запихнуть, то есть, у них некие связи, каналы, ну, это всё трошки смешно, хочется, и слезу, слезу не истрымать, насколько люди, гэтые темры, насколько гэтым неразумений, и капэта зимы размовлять, за нечто там чапляются, некие стоят, непераходные стены, и так далей, я у гэтым сэнси, и шэ, хацел сказать, што, калі мы возям, 138-й салом, и тольки вершик, 14-й, такие слова тут идуть, славлю Тебя, потому што я дивно устроен, дивны дела Твои, и душа моя вполне сознаёт это, это калі мы ушо, пришли, уже як Дух Святый, ой, шо в наше серце, так мы отримали такі, неверогодны, подарунок, мои дорогие браты і сёстры, дар Духа Святого, дар вечного життя, вечной радости, якой уже, калі та закончиться рэса жызні, не будзе ніяка, анца, слава великому Богу, я хацел бы, как мы уснялися, у молитве, падяки, і звернулись на нашу Господу. Субтитры создавал DimaTorzok